Эй, танкист! Выбери один из пяти контейнеров и забирай свой приз! На Vodkit.ru решай только твоя интуиция! Vodkit.ru! Каждая шестая игра бесплатна! Ребята, стартует золотая дыхарадка Маракаси! Теперь вы можете выиграть голду в каждом видео! Внимание! В каждом видео для этого всего лишь нужно поставить лайк, вот как сейчас я это делаю. Нужно подписаться на канал и нажать колокольчик, а также досмотреть это видео. И напишите, пожалуйста, в комментариях свой игровой ник или лучше даже ID ВКонтакте, ну то есть ссылку на ваш профиль ВКонтакте. На этом все, ребята, участвуйте! Здравствуйте, друзья! С вами Маракаси! Сегодня я хочу поведать вам об информации, которая недавно появилась, а именно об аппе британских ПТ-САУ. Ну, даже некоторый нерф тоже присутствует. Тут также информация о том, что добавлен супертестером танки. Карнарванг, например, ActionX Aufklärung Panzer V, хорошее название, LC7-90, но это такая вот маленькая, сверхмаленькая машинка по типу ёлки. Самуа Эсме также. Ну и, кроме того, понерфили в очередной раз позиции шикарные, уже прям борьба с ними идет долгое время. Никак разработчики все не могут их почистить. Ну это, конечно, я считаю лишнее, но не мне решать. Также добавлен Клондайк, это карта такая, 1.4 километра на 1.4. На этой карте можно будет играть в режиме Генеральное Сражение. Кто-то играет, интересно, в этот режим еще я его, например, отключил, потому что какой смысл. Ну да ладно, перейдем к изменениям. Тортоис. Тут добавили, в общем-то, некоторые изменения к стоковому орудию. Вообще, это орудие, оно как бы поменялось не только на Тортоисе, но и на всех машинах, на которых оно было. И тут увеличили перезарядку. Время перезарядки было 5 секунд, стало 5.6. Естественно, это нерф, но при этом учитывайте, что тут альфу увеличили. То есть 250 альфы было, стало 280. На голде то же самое. Ну и на фугасах тоже подняли альфу. 330 было, стало 370. Кроме того, бронепробиваемость обычным снарядом увеличили до 220 миллиметров. Голдой тоже пробитие увеличили до 252 миллиметров. Ну и теперь на Тортоисе хотя бы в стоке играть можно будет чуть получше, поэффективнее. Также неожиданно апнули Черч Ган Карьер. Я там делал однажды видео о том, что нужно как-то хоть немножечко апнуть этот танк. Ну и по сути тут тоже изменение этого же орудия. Как он тут называется? ОКЮФ-32ПДР АТ Ган. Вот, в общем-то, тут оно тоже было улучшено. Перезарядка, конечно же, увеличена, но при этом альфа больше. В общем, все то же самое. Пробитие стало лучше, хотя и так тут пробитие это нормально. Кстати, мне кажется, даже данное изменение немножечко не совсем кстати. Потому что, блин, зачем ему альфа 280 на 6 уровне и улучшенное пробитие, учитывая, что его все шьют, что он медленный. Лучше бы там броню ему апнуть, или там подвижность, или там скорострельность. Ну да ладно. Это, наверное, все одним разом. Как бы это орудие улучшили. По сути, оно улучшилось на всех ПТ-шках, где присутствовало. АТ-15, то же самое изменение. Тут нечего комментировать. То есть, тоже увеличили альфу, но при этом перезарядку сделали подольше. Мне кажется, ДПМ не изменился, просто альфа стала больше. Ну, для АТ-15 это, наверное, даже лучше. Возможно. АТ-2 ослаблено бронирование корпуса. Это такая ПТ-шка британская 5 уровня, маленькая такая. Не понимаю, зачем ее нужно было нерфить по броне. Да, она там в топе могла очень нехило так танковать, но кроме этого она ничего и больше не умеет. То есть, у нее там не суперорудие, она очень медленная. Ну, не знаю. Может быть, конечно, она выбивалась там по статистике в песке. Я просто в песке не очень часто играю, но мне кажется, изменения лишние. АТ-8 усилено бронирование корпуса, но это хорошо. Это я уже давно, в общем-то, говорил, что нужно сделать. АТ-7 тоже улучшили бронирование. Также грузоподъемность ходовой. Тапка Б увеличили. Ну, это, наверное, сделано, чтобы там орудие ставилось на стоп, не знаю. Добавлены, кроме того, три новых танка, тяжелых, французских. Ну, о них, я думаю, вы и так уже осведомлены. Япония. Тут зачем-то понерфили типа 61-го чуть-чуть. А именно... Блин, куда у меня тут изменения? А именно тут просто УВН сзади сделали поменьше. И так пушка-то не опускалась. Теперь еще хуже. Также перевели вот эти вот танки. В HD, СТ-1, наконец-таки. Тип-61. Тапок Б, ВЗ-120, 110-ку, Т-34-2, Т-25 на 2, Т-25АТ, Т-28. Опять-таки, все изменения предварительные. То есть, написано, что могут они поменяться, конечно же. Это не общий тест, это супер-тест. Может это поменяться все. Ну и, что еще можно отметить? Тут 10 ноября акция будет. Если вам это интересно, конечно, там скидка на премиум технику. Скидка, в общем-то, на слота тут в ангаре. Ну, мелочевка. Ну, кому-то, может быть, премиум танки нужны. Не знаю. Также ответ модератора тут есть о том, что якобы девушки будут танкистки и бланки ЛБЗ, которые нам обещали дать, но до сих пор не дали. И новую карту ввели Клондайк для режима Генеральское сражение. Вот как она выглядит. Ну, выглядит прикольненько, мне нравится. Такая, вроде как, по виду обширная. Ну, посмотрим. В любом случае, этот режим можно отключить. Альтернативная ветка у нас тут тяжелых танков. Французских. Возможно, тоже будут прикольные танки, но это нужно тестировать. Насколько они хорошо там танкуют. Это мы все увидим в будущем. Ну, на этом все. Пока что это основные новости, которые смог я вам найти. Такая вот быстренькая, коротенькая, оперативная подборочка новостей. Конечно, вы и сами могли это все зачекать. Но я, так скажем, разжевал для вас все, чтобы было понятно. Там, может быть, вы кушаете. Приятного вам аппетита. И желаю вам удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok